всем привет дорогие друзья добро пожаловать на обзор варкапа под номером 316 насколько я помню карта фрай трасс карта очень интересно очень классно и поэтому я собственно не решил сделать обзор дополнительно появилась еще одна причина по которой я делаю этот обзор именно сегодня об этом за только один зритель ну да ладно в общем давайте посмотрим начинаем мы на достаточно большой платформе так что в ку-3 здесь даже наверно какой-нибудь при джамп хотя наверно нет лежат наверно сделать нельзя есть смайлик почему бы нет в общем-то прыгаем мы дают нам плазму по этим штукам прыгать нельзя нам надо плазмить туда наверх заплазмили здесь у нас плазму отбирают и собственно это лечу нет нужно делать это все значит в один присест здесь мы прыгаем нам надо туда наверх к телепорту дают нам гранату джампад который нас сталкивает и собственно вот это у нас кнопки которые взрывают гранату ну и надо на скорости это все сделать чтобы все получилось и заползем так ничего страшного так заползли чё а где таймер чего так у нас еще отобрали хп и у нас 6 хп всего мы появляемся у нас не пушит ничего нету собственно нам надо куда-то скорее всего на левое там дают там battle suit давайте его возьмем заходим в телепорт нас выкидывает на старт комнаты и уже отсюда мы при спокойненько себя скачем дают три ракеты естественно я с первого раза тихонечко не пройду значит дают дают нам три ракеты нет так а я без ракет дальше пройду я все ракеты потратил и дальше я не прошел ну ладно ну ладно я помню да да я уже старый старый человек не надо надо мной издеваться не шутить надо мной так вот мы очень пролетели это все днище и падаем вниз на рамку попадаем а здесь у нас чего здесь у нас собственно не замысловатый немножко рандомный стрейф который ведет собственных финишу карта сделано неплохо везде вот здесь можно наступать так что я думаю что вот это место было волью я думаю особенно для цепей миров потому что я думаю не всегда далеко не всегда у всех получалось стабильно с одной скоростью падать с этой рампы и собственно я думаю наверняка было так что вы не не запланировано падали куда-то сюда вниз и еще один момент покажу с этой великолепной рампой дело в том что некоторые рампы расположены таким образом мы пытались но не не мы точнее ребята пытались разобраться как-то работает но вроде как какому-то одному мнению не пришли поэтому я сейчас покажу если не проиграю так сказать в общем то на некоторых рампах если ничего грубо говоря не трогать и просто падать в стык то есть вот сюда до в стык рампы стены то нас будет отталкивать видите на 600 оттолкнул а так как у нас скорости много и тут еще и рампа в ней мы в нее врезаемся на скорости еще больше с вертикальной становится то мы здесь отлетаем где-то на 1000 и самое главное после этого отлета как бы не растеряться и хорошо завернуть там по везде повернуть пропрыгать на финише в общем то вот такая трапа так такое работает много где очень много где это работает можно собственно вот так по тесте да есть нас будет отталкивать сейчас вот не оттолкнуло сейчас столкнуло и сейчас столкнуло было решено собственно главное что это не об потому что как бы ловить стабильно об с учетом скорости что ты еще вот эту рампу задеваешь это немножко такое типа думать что это опыта скорее всего не о скорее всего это какая-то особенность стыка рампы и стены так что вот такие вот дела но давайте собственно перейдем к демкам ничего тут особенно особенного по роутам нету но я наслышан что дельта там кое-что сделал интересное так стать на ачивочку ну и начнем ссылку 30 386 керф посмотрим как на пути играется на пути то же самое по сути все хорошо везде пропрыгивает зачем-то затормозил кстати непонятно зачем три ракеты еще целых и одну ракету получается не потратил это конечно не очень хорошо ну и финишировал так узбук у нас появился узбук x из стыкара хорошая плазма хороший гриней джамп ну вот вот здесь на стрейфе я подумал ладно на старте не буду говорить но вот здесь на стрейфе жать прыжок как бы но все знают что жать прыжок на стрейфе просто зажимать его точнее это критично не надо этого делать я много раз говорил что больше не буду вам говорить но я вам буду говорить пока вы не начнете не зажимать так долго прыжок ну хорошо прошел хорошо четенько я думаю вся разница в таймах в том что узбук просто сделал чуть-чуть лучше этот момент с ракетой что там керф еще затормозил что-то еще как-то еле пропрыгал так максимум 36 и 2 неплохой гриней джамп ну надо пады конечно пады поиграть потому что видно не очень уверенно так ракеты тоже не очень уверенно как-то как будто к сенсии не привыкший зато все ракеты потратил в отличие от предыдущих и даже на рампу не падал нафиг мне говорит ваши рампы я тихонечко вот так лучше пропрыгаю она и верные иногда нафиг эти рампы выку три явно надо там просто с рампы как-то наверно соскальзывать или что-то того и сразу поворачивать так хэппи до туры так выглядит все пока очень даже очень даже неплохо очень хороший клин и чан у а я вот это вот лишнее это очень лишнее очень много на этом проиграл было гораздо лучше там если вы не вот это заминка вот опять же использовал рампу и врезался но либо надо как-то прыгать на нее и потом выруливать до 36 и 2 но мог бы 35 по-любому сделать блин он получается потерял наверное секунды полторы если не больше то есть он вышел из телепорта грубо говоря постоял походил сделал прыжок в угол и из угла прыжок сделал получается уже по карте то есть по сути где-то полтора прыжка и даже больше полторы две секунды хэппи ты точно потерял я не знаю зачем может ты там не долетал перелетал или еще что-то но в любом случае такие маневры лучше не делать кузлех кузлех 362 кузлех кузлех а что если ты сделаешь 35 кузлех давай я тебе скажу твою самую большую ошибку здесь вот она ты врезался то есть ты прыгал не сразу ты делал какой-то мини-серкал после телепорта если сделаешь без этого мини-серкал то ты не врежешься и все будет побыстрее все ракеты использовал здесь все хорошо и хорошо здесь вроде как вырулил плюс-минус здесь запнулся еще до ну кузлех 3034 давай 34 без помарочек давай кузлех что что если вот ты сможешь радиокала смог неужели ты не сможешь узлех 34 6 радиокала но хорошие гряные джампы в основном вот без остановочки тихонечко даже не врезался хоть и скорости побоялся набрать чуть-чуть побольше да вот и все ракеты сразу использую нафиг их хранить еще тут об включены но вроде как парни демки валидировали поэтому я не буду смотреть дополнительно на предмет каких-то рандомных обувь но все хорошо все хорошо только вот единственное все-таки финиш мне как-то не нравится как будто нужно немного по другому компа ломус 33 и 9 слишком уж высоко с плазмой поднялся как-то надо больше все-таки на скорость плазмить здесь хорошо все прострейфил немножко круто растерялся при выходе из телепорта что ну ракеты не самые эффективные здесь на рапу не попадал и но так вот таким образом я думаю быстрее будет 1 хп у компа ломус остался ну финиш совсем что-то слабенько пропрыгал совсем уж не старался компа ломус не старался так рим и 437 на 200 перебил компа ломусом война отцов так сказать плане возраста так хорошо пропрыгал и здесь хорошо пока к что все хорошо и рокет не такой высокий уайт но ракет не использовал нашу что здесь все-таки весь прыгал я думаю что да здесь у римыча очень хорошо все получается да очень хорошо очень очень хорошо так гад украина к нарков биттерман это плюс уважение они это не биттерман я видим он я опять спутал биттермана с не биттерманом это рейзор то или как его вот вот человек заюзал эту фишку что она трамп и просто отлетает и вот это я так полагаю топовый финиш очень хорошо тоже пропрыгал финиш тоже неплохо но ну естественно получается что финиш пропрыгал просто пропрыгал то есть без какого-то роута просто что вот так поворот туда я буду поворачивать туда то есть без всяких там среза углов траектории и так далее tower keeper из и уэсэй тридцать один и пять тридцать тридцать одна секундочку уже так плазма вот не знаю надо у ивана посмотреть к эту плазму божан в этом 1200 можно разогнать очень хороший стрейк прямо это под себяшки пошли сергеты заюзал и не отлетал от рампы потому что нажал кнопку а нужно прямо к стене прислониться и ничего не нажимать можете попробовать у себя потом ну и хороший финиш тридцать один и пять заслуженное третье место почему нет чицит чицит второе место q3 чицит 31 4 поздравляю тебя чицит вот 1200 вот уже быстрее так о ее и как высоко тут видите в чем проблема то что ты высоко так подлетаешь ты второй рокет точнее не 2 следующий ты кидаешь его поздно и не получается что у тебя как бы скорости меньше на промежутке на котором могло бы быть скорости больше да если так уж совсем тупо объяснять то есть вы могли выстрелить ракету гораздо раньше и с большей скоростью вы пролетели тот участок карты которые пролетели с меньшей скоростью в данный момент в общем я не знаю старайтесь что ли 30 0 пакистан первое место поздравляю тебя пакистан и вам наш герой сколько здесь на плазме выжмите 1230 нормально здесь все в порядке у пакистана тоже с подсебяшкой тоже высоковато в целом но подсебяшка была хорошая думаю что это не очень критично и получается рек у нас без рамп и вообще то есть так получается гораздо быстрее ну и строить естественно это не рек еще 200 пакистан ну ничего страшного я думаю что эти 200 это может быть ракеты получше да или вот что-то типа того то есть вполне это можно объяснить на вроде как выглядит быстро и так спам 32 и 2 кузлях почему бы и нет все пока очень хорошо кузлях это опять же это не в ку-3 но кузляху все равно эти ваши в ку-3 цп ему дают два шанса поиграть карту он их использует все какие еще вопросы и тоже кстати вот он там и в тот раз да кузлях это сделал оттолкнулся вот так от рампы отлетел ну и финиш неплохой перебил меня кузлях меня перебил все все дорогу старым 31 и 2 радио куала ну слабенько конечно сдал в ку-3 достаточно хороший тайм ой ну как то уж совсем ой-ой-ой-ой-ой совсем уж стрейф не очень работайте над стрейфом ребят видите вроде бы карта и как бы половина вроде пушки а половина вроде стрейф и как-то вот нужно всегда уметь хорошо построить всегда в любом в любой ситуации так ну в целом неплохо но финиш тоже на финиш тихонечко конечно старт вот это до телепорта меня конечно расстраивает немного потому что стрейфе просто прямо просто прямо стрейфе пытайся надо долетать 31 хоппи тоже с каким-то прыжком типа ну со скальзыванием ладно что-то необычное но в любом случае это медленно и рокет здесь высокий это был джам который потерял скорость немножко ну и по стрейфу все плюс-минус хорошо в конце нормально рим и читаться 88 с отрывом с большим отрывом но опять же высоко высоко вы подлетаете с плазмы я понимаю что тут джампад в конце кидает как бы на высоту кидает вас обратно при условии типа с условием типа в какой момент прыжка вы приземляетесь на него окси хорошо завернул после ракет вообще отлично но это не значит что надо жертвовать скоростью на плазме это же тоже часть карты я уверен что у многих я уверен я более чем уверен что у многих многие даже не думали о том что нужно плазмить посильнее может кто-то думал ладно многие я уверен для них карта начинается после телепорта до телепорта они просто как роботы делают значит этот плазму гранату неважно как главное залететь в телепорт а потом уже начинается старание какое-то но это неправильный немного подход естественно нужно даже там circle пытаться сделать максимально эффективным максимально кипиш так динозавры 20 9 ну динозавры мы молчим не динозавр не динозавр 1250 с плазмы а чё твой тайм-то слабенький тогда хорошо про стрейт но хорошо хорошо так две ракеты сразу 2000 все завернул пропрыгал ну вот финиш на финише конечно чуть-чуть прокололся да то есть если падаешь просто на рампу тогда надо падать на самую низкую часть рампы и у меня вроде в какой-то старый там демки 25 у меня что или сколько-то верно около двадцати пяти там что-то шестнадцатого года наверно я там получил с рампы 800 кипиш понимаешь а ты на рампу не очень эффективно упал или вообще плохо упалом прыжок пол чуть-чуть на фрейм позже нажал там или еще что-то всякое бывает но рампу тебе надо было конечно исправлять 277 из сербии кто это ньют 1240 с плазмы не очень эффективная гренка потому что совсем в конце пада выстрелил вот 700 с рампы видишь кипиш и здесь уже хорошо все поворачивает все отлично 277 все хорошо сергикус сергикус 1270 ой ну ракета не очень эффективные хотя из-за того что не делал прыжок перед дыркой да так сказать он очень хорошо попал на рампу но ракеты вообще не эффективны вайландс 27 4 неплохо и плохо так 900 вообще да но правой кнопкой выворачивать умеем умеем поворачивать а чё сразу не поворачивал немножко подрастерялся думал что правой кнопкой потеряешь просто скорость бывает бывает такие ощущения но я скажу что нужно пытаться я понимаю что вы возможно теряете скорость и так далее но вы так и будете терять скорость если не будете пытаться нужно пытаться так мегатрон и вот это все 27 4 хорошая граната так ухода 3 ракета у кого-то 4 да но я слышал шанг триггер какой-то кривой но нормально нормально с рампы конечно слабенько но в целом чистенько без помара чека вы все так на средненьком все уровне все хорошо и все 27 3 ну плазма слабенько надо как бы стараться получше чуть-чуть ракеты неплохие все ракеты сразу выпустил максимально сразу это хорошо на рампу плюс-минус ну и на 700 как бы сойдет сойдет нормально очень-очень хорошо очень хорошо прострелил но я не знаю нет нет каких-то пока что косяков что ли ну вот как-то не за что поругать ну нужно получше да вот просто побыстрее надо и все на 7 0 торнер торнер так видно сразу плазма хорошая гренка хорошая спать себя шки немножко слишком широко здесь взял ну не знаю значит тот финиш мне ой ой но это уже килл ну понимаешь торнер ты уже достаточно давно играешь чтобы понимать что ты заткнулся это килл это инста килл все не надо даже думать что ой я так больше не повторю у меня там что-то получилось как бы это блин ты инста килл ребята это всех касается если вы запнулись потеряли 200 упсов 200 упсов на финише это он 200 потерял это он мог бы гмук точку перебить или фракира а он взял и просто 27 как дурачок остался из-за того что просто решил не перепроходить ладно бывает может времени не хватило там еще что-то но в любом случае лучше пусть этой демки не будет чем она будет и ты такой ну ладно пошлю эту и как бы ты вроде может и устал эту карту уже играть и не хочешь а нужно нужно я тоже знаете надо фвц устал и вот это все 26 и 9 гмук . ну на 1200 плазовая неплохо неплохая граната стрейф хороший вот по более узкой траектории пошел товарищ ну ракеты на ракеты немножко слабенькие зато сразу на рампу 800 ну и здесь главное тихонечко просто повернуть да вот вот и все вот и все вот и все очень хорошо фракир 26 8 фракир 1300 1300 1300 с плазмой ребят хорошие ракеты 2000 ну и финиш конечно да но с финишом надо что-то думать что-то делать нормально нормально на час гол насос 26 и 8 перебил фракира а это дорогого стоит фракир у нас очень опытной плазма слабенько слабенько стрейф неплохой видно что прыжочек жмет старается жмет прыжочек чуть-чуть из телепорта плохо там прострейфил ой потерял еще об стенку ну ракеты неплохие но там вот ты под себя шкудел видел вот я сейчас просто покажу вам пример как улучшить свой тайм например давайте еще раз посмотрим я там за тем скейли это важный момент который нужно пытаться делать такое иначе так будете всегда в середнячках висеть я вам базарю так смотрим здесь все хорошо он чуть уширил траекторию сделал и вот здесь надо было от стены отстреливаться а не под себяшкой надо было вот от этого столбика отстреливаться нет того который до этого был нужно было отстреливаться от столбика тогда было бы к скорости в разы больше и тогда все было бы быстрее вот такие моменты то есть это нужно видеть ты рядом со стеной у тебя достаточно там широко то есть нету какой то там маленькой трубы в которую нужно попасть поэтому нужен четкий air-контроль нету такого подтягиваюсь так джазгеймер в общем вы поняли да вот этот момент 267 джазгеймер джазгеймер просто рвется в топы топ 4 я тебя поздравляю на самом деле сейчас посмотрим насколько заслуженно или нет пока все неплохо ну прыжочек долго конечно жмешь ракеты хорошие 2 100 но 700 с рампы ну тут да тут либо надо получается ну хороший финиш надо либо получается тыкаться в рампу и отлетать либо падать сверху на эту рампу то есть без этой без прыжка до последней платформе 23 7 и карус совет юниум так 1360 а а да вот они читы вот тут вот вот они а ну да вот он сверху просто и на тысячу почти отлетает такие дела такие такие дела так москаль ну я так понимаю что я ну не то что понимаю я знаю что они играли вместе они обменивались демками демки у них одинаковые просто москаля может быть стрейф чуть-чуть посильнее или еще что-нибудь ну да здесь на стрейфе стрейф просто почетче вот и все ну понятно что там где-то если прям сравнивать где-то москаль побыстрее где-то там и карус помедленнее там еще что-то понятно что вот эти 40 они могут быть хоть где но стрейф очевидно финиш быстрее ну и дельта всех дельта знаете почему дельта перебил а потому что он не играл с москалем и карусом они не перепихивались так сказать демками он играл сам собой сам тихонечко изучил карту да москаль изучил карту москаль и карус изучил карту ну вот и как бы это не видать вам топов москалярус и карускаль не видать вам топов если вы не начнете нормально изучать карту и пробовать тем более вы дрочились всю неделю на ней вы даже не попробовали или вы потестили но плохо потестили это тоже большой вопрос в общем ладно дельта 23.3 я не доволен вами москалярус вот такие дела вот можно вот так просто плюс 1200 и не потратил он хп и одну ракету не заюзал вот у него есть как бы вот ну вот можно было сделать гораздо быстрее да то есть у него финиш просто медленный очень медленный финиш единственный способный в фпс придумать какой-то роуд это дельта судя по всему ну копер ладно я не говорю про старичков старичков я люблю уважаю в фпс но все не фаги которые там прибыли как бы и некоторые олд фаги они как бы да беспомощные ну ладно в общем то классная демка предлагаю вам собственно посмотреть результаты не то это вот это вот 18 демок цпм 12 демок в ку-3 в топ-5 да вот где-то мы видим что в топ-5 цпм большие отрывы начинаются ну в топ-4 ну и в ку-3 топ-2 топ-1 очень большой разрыв вот в общем то все ребят всем спасибо за просмотр всем удачи увидимся на стримах которые возможно скоро все-таки будут но это не точно все ребят всем спасибо всем пока